Привет, ребята! Я на кухне. Если нам из кухни надо выжить Эрику, мы начинаем резать лук. Она пошла в меню писать сюда. Расплакалась наша Эрита. Одни мелкие от нее остались. Гля, гля, гля. Она вообще ушла в дальние края. Эриксон, мадовый сей. Золотые камушки покажу. Золото-бриллианты. Так, вы смотрите, тут чуть-чуть. Грязненько. Вы видели? Вот такой золотой камень. Ширик принес. Такой фонтанчик с вот такими вот золотыми камнями. Что мы будем с этим золотом теперь? Куда мы его будем девать? Открываем. Это похоже на золотую руду, да? Откроем приски и будем собирать золото. Вот у нас сегодня печеночка по-венециански. Печень не меньше, чем лука. Лука больше. Лука сюда надо. Вагон и маленькая тележка. Сейчас он пропустится хорошо. Смотрите, что он. Эриксончик, как всегда, кальмаров сделала. Сейчас мы с рисом смешать будем. У нас резут. Печень у нас пойдет. Белое вино, если рипсончик его не выпьет. Не дай вам вино бьянко, да? Как тебе нужно? У тебя нужно? У тебя нужно. Что ты должен пить? У тебя немного вино? Нет. Мамма моя, твоя цепочка. Мамма моя. Рипка. Мамма моя. Так, мы Эрике не будем стоять поперек горла. Продолжаем. Кулдубаситься. Сегодня рецептов не будет. сегодня просто так включились чтобы показать вам нашу погоду идемте покажу желтый уровень такой такой себе светло-желтый небольшой дождь идет уже достаточно долго задумал эти дожди ну а что сделаешь какая у нас погода пойдем работать готов то есть в и и и и и и и и Поехали! Вы не делаете это шарик? Много шарик. Я не знаю, я не знаю, я не знаю, что я. Мы должны открыть? Нет. Мы должны открыть? Ребята, я не могу открыть. еще только одиннадцать часов эриксон но не умничать и прецизи аль 3 апреля а мы уже готовы такие мы хорошие выньте от русским муки чеку русский сонки кружки торчика я у нас сегодня поросеночек тушеный половинка на косточке не цель зальем бульончиком немножко горошком немножко карту и горошком и сельдеревочком и чем мы его только на поле и уж вот это блюдо у нас подается в глубокой тарелочке со своим так сказать соусом картошка вага кастинка на рове львов если кто хочет добавочки добавочки из зелени из овощей мы добавляем андрюшки приятного аппетита свободен и студент рецепт андрушка все готовы и мы готовы андрюшка say pronto say pronto раскормиться на государственных харчах когда же фото делает риксончик ты готова я готова она она готова она готова она готова ай ей 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 но не ун темпо а ун безастро ох ты господи господи что за погода когда у нас раз погодится так ладно Едем по делам. Эта погода у нас продолжается. Уже, наверное, с неделью. Рюган поднимается. Что не сильно радует. А у нас время 3.30 дня. Вот это образовалась такая черная ночь. Сейчас как горякнет. И так уже воды полно. Все речки переполнены. Господи. Какого не дошло. Вот так прилег ты документы взяла. Кажись взяла. Ладно, текаем. Мелкими передвижками. Мелкими передвижками. Гляньте, что творится. Гляньте, что творится. Я одинка. Я иду. 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 Скажели. Получала свои деньги. Все это стоит, конечно. Денег. Вот ее Sequence. 16 евро. Потом 60 евро стоит. Сама отправка документов. Налог. Здесь у Синдокалистов я ничего не платила. Но я им раз в год плачу 50 евро. У меня есть такая Тиссерина по их нему называется. И я так сказать я записана. Поэтому все документы, которые мне надо делать, это входит в стоимость годовую. Но каждые 5 лет тот, который живет на территории Италии, я не знаю, у нас, наверное, раз в 10 лет обновляются там фотографии. Здесь раз в 5 лет. Поэтому по истечении 5 лет в 2023 году опять надо будет ехать сюда или в другое место и опять вот эту всю фигню, так сказать, обновлять. А сейчас мне надо будет на почте отправить этот конверт. Потом мне на телефон придет номерок, где будет записано, что вам такого-то, такого-то числа явиться в культуру с 4 фотографиями, с паспортом и со старой картой Соджорна. Карта Соджорна это вид на жительство. Вот они мне ее поменяют, вклюют новую и сможем мы с вами поехать в отпуск на Украину. Если бы не надо было ехать на Украину, я бы еще полгода тянула. Вот так, через 3 месяца у Лилька отпуск. Так что решили мы все это дело сделать. Да, Гошан? Да. Потому что мы уже хотим на Украину. Через не могу и не хочу. Через все. Так, что-то у меня дворники сами по себе работают. Сейчас мы едем отдыхать, едем домой. Всем пока, спокойной ночи. Люблю, целую, как говорит папа Яни. Но наш желтый уровень длится до завтрашнего утра. Так что, ребята, дожди не прекращаются. А нам? Пофиг. Что ты пищешь? Сзади ней, как он и маму надо пищать. Вот, додишь на машину. Все, погнали. Вот, вечерний город, который стоит в пробках. Это еще одно доказательство того, почему я на работу выезжаю рано-раненько. А, это мне. Извините. Главное червовое. А нам, кажется, заляли. Плотное движение, ребятки. Мотоциклисты лезут тебя прямо. Прямо на роженом, так сказать. Генуя никак не оплыкается, так сказать. Из пробки в пробку. Сейчас на мосту. А, вот эта пробка. Вот это я попала. Ладно, что сделаешь? Будем стоять. Еще, ребятки, в дополнение к нашему разговору. Кто занимается документами, кому интересна жизнь. Виталий. При мне звонила одна украинская женщина. Ей надо было поновить, так сказать, документы, вид на жительство. Если обычный вид на жительство, то он обновляется. А если ты хочешь получить постоянный вид на жительство, то надо сдать экзамен по итальянскому языку. И как раз вот это вот рыбак Тамара, которой мне пришлось объяснять, спрашивать, как пишется ее фамилия, имя и так далее. Потому что инспектор не могла ничего понять. Я ей просто помогу. И получается, что она не сдала экзамен. Есть специальные школы, туда люди могут пойти поучиться, если они сами не учат этот язык. И есть. Я не знаю, по какому критерию, потому что в то время, когда я получала постоянный вид на жительство, этого экзамена не было. А сейчас его ввели с 2011 года. Она сказала, что ввели. Так что вот такие дела. Не так-то легко Виталий еще и получить постоянный вид на жительство. Надо, чтобы была работа, надо, чтобы был язык в норме. Работы тоже найти невозможно. Если где-то у кого-то дома работы есть, если в Польшу, я смотрю, люди едут, смотрю некоторых блогеров, которые приезжают в Польшу, и могут найти работу, то в Италии, конечно, ребятки, это завал. Если ты не приедешь, конечно, не будешь работать по-черному, не будешь ухаживать за какими-то больными, то там берут и без языка, и без документов. Но это в основном на юге Италии. Здесь, на севере Италии, практически такого нет. Так что такие делишки. Все надо знать, везде надо шевелиться. Европа, ребята, маслом не помазана. Это что я вам хотела сказать. Бюрократизм, он везде. Он зашкаливает. Поэтому прежде, чем кто-то куда-то едет, думайте. Думайте, куда вы едете, и что вы делаете. Сейчас это проблематично. Все, народ, на этом пока. Спокойной ночи. Солнце светит прямо у глаз. Вот теперь я вижу вас. Всем пока.